Без вариантов. В минувшем году ряд необходимых препаратов для онкобольных Минздрав исключил из национального перечня медикаментов. Это лекарства, которые закупаются за деньги государства. По сути, деньги эти разрешили выделить из местных бюджетов, но при одном условии. Практически невыполнимом. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. Добрый день. В свои 38 Наталья Самоленко не уверена, что может встретить даже завтрашний день. Четыре года назад у нее диагностировали рак молочной железы. Она победила его. Но через полтора года произошел рецидив с метастазами в легкие печень и кости. Единственный препарат, который не позволяет болезни развиваться – импортный тростозумаб. Его Наталья через капельницу вводит раз в три недели. Один сеанс – почти 2000 долларов. До первого января лекарства Наталью хоть и с перебоями обеспечивали в онкодиспансерии. Рекомендовано его принимать всю оставшуюся жизнь. Жизнь моя зависит конкретно от этого препарата. И вот два месяца назад сказали, с первого числа вышел указ, что он не включен в список, этот препарат. И главврач сказал, что Наташа, я не знаю, что делать, мы не будем. Я прекратила лечение. Речь о национальном перечне препаратов, закупаемых за бюджетные средства. В прошлом году Минздрав попросту не внес тростозума в список, как и альтернативное лекарство. А только в черкасском онкодиспансерии в лечении им нуждаются еще как минимум 11 пациентов. Замначальника облздрава уверяют, хоть препараты и исключили из перечня, в больнице он должен скоро появиться. Минздрав еще не закрыл прошлогодние заявки. Закупать препарат за деньги региональных бюджетов Кабмин не запрещает. Но по факту сделать это невозможно. Этот препарат можно будет закупить только в том случае, если будет 100% обеспечен пациентам онкологического диспансера в лекарственных засобах, внести до национального перелека. Вот только такого стопроцентного обеспечения препаратами из списка ни активисты, ни пациенты не припоминают. Кроме препаратов для онкобольных из национального перечня Минздрав убрал десятки жизненно важных и дорогостоящих медикаментов от гепатита С и редких заболеваний. При этом в министерстве даже словом не обмолвились, каким образом региональные бюджеты могут проводить подобные закупки. Онкология это одна из, она просто самая болючая и получается самая дорогая. Но на самом деле ситуация с национальным перечнем и с тем, что сейчас происходит, то есть о чем мы сейчас говорим, она касается совершенно всех нас. Потому что мы не знаем, как будет завтра, если придется обратиться в больницу с тем же самым аппендицитом. На наш запрос о будущем исключенных из национального перечня препаратов в Минздраве ответили сухо и обтекаемо. Дескать, тот же Трастозумаб, хоть и рекомендуется внести в перечень, но сперва следует обосновать его экономическую целесообразность. Для себя Наталья это уже давно сделала. От Трастозумаба сейчас зависит ее жизнь. Когда препарат с перебоями поставляли в больницу, девушке приходилось покупать его самостоятельно. Для этого она даже продала квартиру, но деньги уже давно закончились. У них есть акция, ты берешь две упаковки, то есть сразу там 100 тысяч, и потом дается такой корешок, он заполняется врачом, и третье тебе дается бесплатно. Уже два месяца Наташа просит через соцсети помочь ей собрать деньги на новую дозу Трастозумаба. И медикамент ей нужен уже сейчас, иначе завтра для Натальи может не наступить. Станислав Кухарчук, Наталья Шумакова, Павел Тимошенко, Алексей Ишматов. Подробности телеканал Интер. Если вы хотите помочь Наталье Самойленко, реквизиты ее банковской карты вы найдете на сайте подробностей.ua в разделе «Мы помогаем». Субтитры создавал DimaTorzok